Одна с детьми-инвалидами. Дочь Галины Беседина из Донецка потеряла ногу 6 лет назад. Недавно и младшему сыну понадобилась срочная замена ортопедического корсета. Женщина едва сводит концы с концами. Откуда пришла помощь, расскажут наши корреспонденты. Половина жизни 9-летнего Коли Беседина прошла в корсете. После перенесенного в два года воспаления легких, позвонки мальчика начали буквально рассыпаться. В специальный бандаж это единственная возможность не быть прикованным к постели. Он просто не дает дальше разрушаться спине. Если мы его снимем, у него тогда спина распадается и она у него болит. Носить корсет необходимо ежедневно. Корсет снимем, когда он купается. Ну и когда у него сильно просто уже корсет надавливает, 5-10 минут он отдыхает и опять одеваем. Дважды в год его необходимо менять. Ранее изготовление нового корсета оплачивали за счет бюджетных программ. Теперь финансирование прекращено. Из-за этого Коля проходил в приспособлении полтора года, вместо положенных 6 месяцев. Его мама Галина была в отчаянии и позвонила на горячую линию гуманитарного штаба Рината Ахметова. Они спросили, какая помощь нужна. Я ей не сказала. Попросили сбросить документы. И через неделю они позвонили и сказали, что решили оплатить. Галина на зарплату нянечки в детском саду. Одна поднимает двух детей инвалидов. Ее старшей дочери 6 лет назад ампутировали до колена левую ногу. У девушки заболевание костей. Теперь передвигаются на протезе, поменять который также поможет штаб Рината Ахметова. Ситуация у семьи плачевна, оскільки у родины двое детей инвалидов. Старшая девчонка имеет ваду кинцівки. И штаб Рината Ахметова обовязково закупит специальный протез, который очень важен для социальной адаптации и развития будущего девчонки. За время работы гуманитарного штаба помощь в лечении получили почти 1700 детей. В семье очень любят животных и Алина ухаживает за своими собаками. Девятилетний Кули на домашнем обучении, поэтому четвероногие питомцы заменяют ему друзей. Шиншила, мышка, тишка, Руи и Линда. За шиншиллы беседенных попросили присмотреть соседей, которые уезжали из города. С тех пор животное так и осталось в семье. А вот эту собаку выкинули на помойку. Прокормить детей Галине помогает гуманитарная помощь Рината Ахметова. Я сюда разбегаю сынку. Можно, давай, на стол. В самые сложные времена помощь штаба Ахметова спасла жизни более миллиона человек. Мирным жителям Донбасса по обе стороны линии соприкосновения раздали 7 миллионов 723 тысячи детских и взрослых продуктовых наборов. Помогает, мы многое не покупаем. Масло мы не покупаем, муку, макароны. Копеечную зарплату мать тратит на ортопедическую обувь для детей. В другой и Алине и Коле ходить нельзя. Татьяна Блинова, Данил Киреев, Телеканал Донбасс.